Добрый день, дорогие зрители! Мы начинаем, я надеюсь, новую серию наших передач. У нас в гостях сегодня очень интересный гость – Константин Конев. Для тех, кто не знает, Константин, можешь кратко рассказать свою биографию, чтобы люди знали просто, что не человека с улицы пригласили? Ну, я не знаю, наверное, известен чем. В вооруженной отрасли, как я отчитываю, с 92-го года. Изначально был ряд проектов тогда еще в Белоруссии, ну, сразу после развала Союза, небольших проектов. Что-то более-менее значимое было в 2001-2002 в Белоруссии, когда создали первую снайперскую винтовку. Кроме того, ну, это как основной проект был, еще несколько небольших проектов. Позже работал, ну, в принципе, в Киеве я построил с ноля завод Сброяр. Позже работал, ну, в разных местах по свету, именно вооруженной. Ну, фактически вот уже 30 лет в вооруженной области непрерывно. В разработках, в производстве, в принципе, наверное, на всех позициях, от самого низа до директора завода, там, директором завода дважды был. Сейчас работаю, в том числе, тоже в этой же отрасли. Только уже в Штатах сделал карьеру. Работаю на одной из достаточно крупных вооруженных компаний. Так что вот 30 лет, так сказать, от звонка до звонка не отвлекаюсь. Ну, поскольку мы сегодня будем говорить о снайпинге, я думаю, что те, кто хотя бы следил за развитием снайпинга в бывшем СССР, лет так 15-20 назад, помнят сайт «Снайперский блокнот» и человека с ником Чарли. То есть, я думаю, что не будет привлечения сказать, что ты один из тех, кто стоял, скажем так, за очередным рождением снайпинга в России. И, в принципе, те винтовки, которые ты разрабатывал, это, ну, опять же, как минимум, одни из первых винтовок, которые специализированно создавались именно изначально, как армейские снайперские, они переделывались из спортивных болтовок и тому подобное. Ну, да, в большой степени, я считаю, мне помог мой личный опыт по, так сказать, и по образованию, так сказать, по происхождению. Я закончил военное училище, военно-инженерное. Благодаря этому был военный опыт, был личный опыт, определенная практика в этой области. Еще достаточно давно, тогда на заре, наверное, конец 90-х, начало 2000-х, сейчас уже, к сожалению, очень мало осталось ветеранов того периода. Вот, по сути, тогда начинали с ноля, тогда не было вообще ничего. То есть, если сейчас парни молодцы, развиваются, они действительно молодцы, но им кажется, что они вот сами по себе такие дартаньяны, то, и, к сожалению, у нас там таких динозавров, наверное, уже никто и не помнит. Но начиналось именно тогда. И вот этот опыт, так сказать, реальный практически, переносился и воплощался в технические проекты. Не, ну так скажем, не из потолка, а, так сказать, из реальной жизни. То есть, для меня, например, достаточно большой момент вот в снайперской технике. Мне кажется, надо знать эту тему, надо знать, что ты делаешь, почему ты делаешь, как оно будет использоваться. Потому что меня очень сильно напрягают очень много конструкторов, кто не только этого опыта стрелкового не имеет, ни стрелкового, ни армейского. Люди, в общем-таки, как у нас говорят художники, то есть, они рисуют что-то, отрывают в действительности. И, кроме, бывают очень такие казусные вещи. И, что парадоксально, зачастую приходится сидеть и объяснять, где человек, ну, явно, ну, не то, что прав-неправ. То есть, там, посади двух конструкторов, у них будет три мнения, да? То есть, это как бы нормально. То есть, каждый будет отставить свою точку. Но парадоксально, когда там очевидные вещи приходится объяснять. Но это, я не знаю, про конструкторскую работу, это, наверное, целый отдельный разговор. Это не совсем противно сегодня. Ну, давай, действительно, пройдёмся по снайпингу. В принципе, вот, поскольку ты в Штатах, наверное, тебе будет ближе объяснить, что в американской системе, в принципе, в западной системе есть довольно чёткое деление. Есть так называемый шерп-шутер, Мерксон, то есть меткий стрелок подразделения, который действует как бы в составе своего подразделения, даже если он оснащён винтовкой с оптическим прицелом. Но это что-то, линейный боец, фактически. Вот. И есть именно снайпер вот в том понимании, как мы знаем по Великой Отечественной, как это педалирует иногда Голливуд, человек с накидкой, который действует совершенно один, выполняя индивидуальную задачу. У нас, к сожалению, в бывшем СССР и теперь в России эти понятия зачастую сливаются. То есть снайперы называют любого человека с винтовкой с оптическим прицелом. Ну и да, и нет. На самом деле, ну да, естественно, американская школа для нас, ну я так скажу, наверное, в 90-е годы явилась, так сказать, основой и явилась таким, ну... Давайте так, немножко отвлекусь. Всплеском, ну таким вот, когда есть какое-то такое триггерное событие, что-то происходит. Был фильм «Снайпер» с Тумом Берринджером, если кто-то помнит. Потому что вы, сукин и дети, перелетели тёп, а я просил, чтобы меня эвакуировали с моим напарником только ночью, сукин сын, как будто бы ты его убил. Дай бог памяти 92-го года, когда у нас все такие, оп, зачесались и сказали, блин, ну круто, конечно, интересно, а мы так можем? А почему нет? А давайте-ка мы, так сказать, тоже будем развиваться. И, естественно, за основу был взят американский опыт и всячески пытались, так сказать, его копировать, реанимировать. Уже позже начал свой опыт появляться и начало своё накладываться. Да, в Америке есть отдельные снайперские подразделения. Ну, в разных подразделениях, смотря где это армия, морская пехота, у них немножко разная структура. Ну, спецподразделения всегда, они, так сказать, индивидуального пошива, у них там, они, в принципе, ни на кого не смотрят, у них всё по-своему. Но, так скажем, в линейных подразделениях есть снайперские завода. И в них люди работают именно, ну, непосредственно, так скажем, именно со снайперскими винтовками. Есть понятие марксман, это, ну, или шарпшутер. Ну, в Штатах больше употребляется марксман. То есть, по-советски, ну, так сказать, по-русски называют, это такой «отличный стрелок», в кавычках. Обычный боец, который питается боеприпасами из того же лукошка, что и все, но у него есть более продвинутая оптика, у него может быть специальная модель оружия, но он находится в непосредственном подчинении обычного своего пехотного командира. И у него основная задача — это поддержка. Он почти никогда не ходит на свободную охоту. То есть, он, так сказать, поддерживающаяся сила. Снайперские взвода, они уже могут выполнять достаточно специфичные самостоятельные операции. Они могут и передаваться кому-то для усиления, как артиллерия, там, минометы и так далее, но могут работать самостоятельно. Очень долго, ну, как в Советском Союзе, снайпер был исторически в составе взвода, один человек на взвод в советский период. Дай Бог памяти, так тянулось примерно до 2000 года. В 2000 году появилась команда «32». Это на базе курса «Выстрел» в Солнечногорске пытались воссоздать, ну, как не пытались, воссоздали, создали такую, так скажем, снайперскую школу. Она называлась «Команда 32». Позже, я думаю, ее переименовали в какую-то там немножко по-другому, но вот исходно, когда я с ними сталкивался, это было так. И они целенаправленно готовили уже именно снайперов, не во взводе, а как самостоятельных единиц. В том числе вводилось очень много, ну, достаточно инновационных вещей. Позже, когда для армии закупались снайперские винтовки австрийские, Штайрман-Ликер, то они проходили обучение с этими винтовками, и к себе в войска туда, в военные округа, после обучения уже каждый уезжал со своей персональной винтовкой в руках, а не там, по принципу, дадим, что наскольте окажется. То есть такая категория уже появилась после 2000. Ну, в принципе, опять же, ну, про это, я думаю, коснемся подробнее. Опыт создания снайперских команд был еще во время Великой Отечественной войны, когда, кроме тех снайперов, которые создавались непосредственно в частях, подготавливались именно снайперских школ, в том числе знаменитой женской снайперской школе, и приезжали на фронт именно такими командами, которые должны были действовать, именно не подчиняясь конкретным командирам на местах. Ну, к сожалению, этот опыт был забыт, благополучно после Великой Отечественной. Вот. Ну, давай пойдем дальше. Были целые снайперские взвода, были целые, были снайперские роты даже. Я очень благодарен тебе, Андрей, за ту помощь, которую ты мне в свое время оказал, когда я искал данные по своему дедушке по Великой Отечественной войне. Вот он как раз был командиром снайперской роты. Меня на тот момент это как-то удивило. Думаю, как это так, целая снайперская рота? Ничего себе. Масштаб, так сказать. Для меня, для человека, советской военной школы. Ну, действительно, так было, так работали. Да, масштаб был очень большой. И у того же Зайцева, Василия Зайцева, легендарный снайпер, у него в мемуарах описывается, когда в Сталинграде, по сути, у них как бы началось все достаточно хаотически, но когда он начал давать результаты, ему начали придавать больше и больше людей-снайперов. И у них даже появилась коллективная тактика, когда они массово действовали. Это имело эффект. Один из эпизодов, таких достаточно ярких, которые он приводит, достаточно большая роль у них была это ведение наблюдений. Не просто как в стиле стрелять кого-то, а вести наблюдение и, проводя развивку, своевременно докладывать. Я бы добавил, что еще мешать проводить наблюдение противнику, одна из основных задач на оперу. Один из эпизодов, он описывает, мы знали, что каждый раз перед проведением атаки немцы проводят рекогностировку. Для этого, как правило, выбирается какой-то наблюдательный пункт повыше, откуда, так сказать, пространство подлежащее хорошо видно. И там собираются офицеры всех подразделений, наводят бинокли, им, говорят, ставят задачи, бам-бам-бам, первый, второй, третий. Ну и, соответственно, поскольку мы уже знали эту традицию, мы их уже ждали. И вот там, по-моему, по памяти там 11, сколько снайперов у него было. Каждый получил индивидуальную задачу. Они исполнили такой снайперский зал. И все. Подразделение батальона, ну там, командный уровень батальона обезглавлен полностью, и там все каша. Там не только наступление сорвано, они уже и оборону-то нормальную, так сказать, организованную выполнить не могли. Поэтому работа таких целых подразделений имела и место, и имела смысл. Да, и большой эффект достать. Ну давай вернемся еще в первую мировую. В принципе, зарождение снайпинга в том виде, в котором мы его знаем, это скорее Первая мировая. То есть до этого действительно это были скорее, именно в лучшем случае, одиночные стрелки. Вот Маркевич упоминает, что он там на японской войне грузовался снайперской винтовкой, с оптическим прицелом. Ну вот такой интересный момент. Как бы немцы создатели превосходной винтовки Маузер, которая, в принципе, система Маузера, она сейчас основная для болтовок. Немецкая оптика, это Карцейс, это как жена Цезаря выше подозрений. Но говоря о снайпинге Первого мирового, мы что-то в первую очередь вспоминаем англичан, того же Причарта, своего учебника. Да и само слово снайпер, это все-таки английская снайпинг. Охотник на бекадах. Почему именно англичане захватили, так сказать, пальму первенства? Я бы сказал, здесь нет чего-то системного, почему именно англичане или почему именно немцы. Здесь эффект в снайпинге, вот все время, сколько и я в этой области работал, и вот сколько историю я изучаю, история держится на отдельных личностях. Если бы в Англии не оказалось Каскеда Причарда, то, возможно, не было бы просто ничего, потому что там второй такой персоны такого масштаба просто не оказалось, насколько ясно. История его какова? Он в составе английского экспедиционного корпуса, так сказать, на Западном фронте Первой мировой оказался во Франции. Как человек, в общем, такого аристократического происхождения, он не просто там тихо лопал тушенку и там как-то там тихо скрывался от войны, то есть для него в этом был какой-то такой свой дартаньянский шарм. И он пытался, ну, что-нибудь такое учудить интересное. Он именно как бы боял войной, как бы ему это было интересно, и он начал практиковать вначале, ну, так скажем, снайпинг, вот как мы его привыкли понимать. Постепенно это стало набирать достаточно большой масштаб, и в конце концов, насколько я знаю, у него была даже целая снайперская школа. Ему даже приезжали журналисты, брали интервью, спрашивали, как вам это удалось, почему ваша школа такая эффективная. Что мне, например, очень понравилось, он сказал, ну, наверное, нам удалось, потому что мы находимся крайне далеко от Парижа, в каком-то там заброшенном месте, где, вы знаете, тут просто пойти некуда. И вот мои там бойцы, которые у меня занимаются, ну, у нас есть обязательные часы, мы проходим программу обучения. По вечерам, ну, как бы стрельбище открыто, там никто, никаких оружейных команд, хранения оружия не было, тем более во время войны. Тебе нечем заняться? Ну, пойди пострелять. Ну, то есть и народ еще дополнительно для себя там работал. И, в общем, поднимали достаточно хорошо уровень. Но, опять-таки, у англичан это получилось хаотически, это вот просто заслуга одной личности. У немцев надо отдать должное, у них был немножко более системный подход. Во время Первой мировой войны в Германии централизованно было собрано все, ну, так скажем, высокоточное оружие, спортивное, либо охотничье с оптическими прицелами. Ну, может быть, не все, но они целенаправленно изымали у населения, пытались как-то там его систематизировать и перераспределять войска. То есть у них даже был такой системный подход. Так что такая немецкая машина. Я бы еще добавил, что, к сожалению, если англичане, скажем так, учли, опять же, опыт Англобургской войны, оттуда пошел этот знаменитый анекдот, что трое джентльменов от одной спички не прикуривают после знакомства с бурскими стрелками, у них как бы были хорошие традиции стрелкового спорта, знаменитый чемпионат Бисли, то в России, хотя еще до Первой мировой диссины пытались культивировать какую-то меткую стрельбу в частях, там проводились соревнования, назначались достаточно большие призы, техническая база просто не позволяла фактически развернуть свое снайперское движение, то есть своего производства оптики в стране не было. И, насколько известно, первая партия копий немецких прицелов была сделана на Обуховском заводе только в 16-м году, буквально несколько единиц, а то у нее шли тут самую знаменитую автоматическую роту, которая была вооружена автоматами Федорова, то есть даже не попали к снайперам именно на фронт. То есть фактически в СССР именно интерес к снайпингу появился уже после Первой мировой, после гражданской. В СССР, на мой взгляд, как раз вот краеугольным моментом, таким переломным, явилась книга Хаскенда Причарда. Если я не ошибаюсь, он написал ее в 20-м году. В 24-м она в переводе была издана уже в Союз. И она послужила таким переломным моментом, и фактически, копируя ее, начали строить и систему подготовки, и, в принципе, уделять внимание в Ассавиахиме позже. Ассавиахим, по-моему, был даже раньше, чем армия. Они более подвижные были, армия – это всегда такой рутинный механизм. И они начали развивать эту тему. Причем, кстати говоря, даже на Ютьюбе сейчас можно найти фильм «Снайпер» 1931 года, где там фактически, как по книжке Причарда, вот как в методическом плане все изложено. Единственное, там наложен такой пропагандистский момент, когда пролетарию убивают белогвардейца, ну, то есть там есть такой правильный, ну, как обязательный политический контекст. А по сути, как методический. И вот Причард явился таким вот переломным моментом, на мой взгляд. Более того, ну, вот я просматривал, когда фотографии, там есть фотография Причарда, он такой послевоенной модный в шляпе, с платком на шее, такой джентльмен. И что интересно, позже я смотрю фотографии парад снайперов у Савиакима, и они идут, такие же красавцы, в шляпах, с этим шейным галстуком, ну, то есть такие вообще не в буденах как совсем. То есть, да, то есть я так смотрю, а почему, ну, то есть мы привыкли там всех буденов как такие, я не знаю, там лентами перекошенные. Нет, они такие какие-то чересчур западные парки. Ну, шло копирование, шло вот такая даже манерность в чем-то оставалась, не только техническая, но вот под подружение стилю. И он вот произвел перелом. Причем, если о технической стороне говорить, об оптике, вопрос в том, что первое время в Союзе снайпинг шоу вообще без оптики. Да, я читал документы, там очень много было жалоб, что просто не хватает оптики, то есть буквально сверху писали, что вы тренируете пока стрелков без оптики, когда промышленность нам даст, мы там уже вас вооружим как надо. Очень много работали с механикой, с механикой классической, ну, которая на трех линейке исходно стояла. Очень много начали устанавливать прицелы Лаймана, так называемые. Кто в курсе, не в курсе, изначально прицел Лаймана – это такой диоптр, который устанавливался на шейку приклада, такая откидная штука, и она была, ну, диоптр максимально близко к глазу. После прицельной линии ему можно было стрелять точнее. И вот, например, на винтовке ТОС-12, если мне память не изменяет, она еще довоенная, 30-х годов, там тоже как раз вот этот, ну, такой советский Лайман стоит. И позже во всем спортивном оружии как раз, ну, механика, она вся такая. Уже только, ну, я не знаю, Андрей, наверное, знает лучше, так сказать, историю вопроса. Я больше технической стороной не интересуюсь, прикладной, что можно взять и использовать. А прицелы, по-моему, в Союзе появились только, дай бог, в 30-е годы. В принципе, да, то есть в 30-е годы вот шло изучение немецких прицелов, закупали и Цейса, и еще другие, и по их мотивам создавались наши, и сами прицелы, кронштейны тоже сделали с оглядкой на немцев. Ну, фактически, благодаря этому уже к середине, к концу 30-х получили знаменитые ПЕ, ПУ, то есть те прицелы, которые составили основу советского снайпинга Велико-Отечественной. Вот, наверное, с того момента только и начали готовить людей действительно с оптикой. И в том числе тогда начали появляться различного рода значки снайпер, снайпер РКК, снайпер ОСАВИАХИМ. На них уже винтовки как раз с оптикой изображены. Знаменитые, там есть и фотографии, и видео, где Сталину дарят трехлинейку с оптическим прицелом. Вот это, так сказать, тот момент, когда они ее освоили, так сказать, преподнесли. И если говорить, в принципе, о довоенном периоде, у меня складывается впечатление, тогда больше уклон делался именно на стрелковую подготовку. То есть ворошиловский стрелок, вся эта программа подготовки снайперов, в том числе, она вся шла больше стрелкового характера. Давайте научимся метко стрелять. В принципе, да, насколько я понимаю, все-таки люди осознавали, что снайпинг – это такая пирамида, то есть для того, чтобы на вершине оказалось много именно снайперов, должна быть большая широкая база именно у метких стрелков. Поэтому действительно, это сахемистское движение, ворошиловский стрелок, оно было очень массовым, через него прошли сотни тысяч, по-моему, даже миллионы людей получили различные значки. При этом именно тех, кто получил значок снайпера, то есть высшую ступень, их было достаточно мало. Например, та же Людмила Павлюченко, она снайпер именно довоенной подготовки, она еще до войны закончила именно снайперскую школу, и, скорее всего, именно это способствовало и успехам. Людмила Павлюченко, то, что я видел, не только там воспоминания, а когда смотришь ее интервью, ну, на мой взгляд, там за человеком очень такой серьезный стержень. То есть она сама по себе, как человек, как личность, она такая, там, арматура внутри, прям, ну, несгибаемый человек. Кстати говоря, очень интересно, когда у нее брали интервью уже далеко после войны, 60-е, может быть, 70-е годы. Что мне понравилось? Она, во-первых, рассказывает технически четко по пунктам, у нее нет там какой-то патетики такой расплывчатой, она все четко излагает, и она в том числе обратила внимание, что снайпера, приходившие из снайперских школ уже во время войны, очень сильно отличались, вот вторая волна, очень сильно отличалась от людей, подготовленных до войны. Если до войны основной упор делался на чистострелковую подготовку, то уже во время войны инструкторами были, как правило, люди, прошедшие войну, и условно списанный, был такой термин, он, по-моему, сейчас есть, годный к нестроевой службе. То есть когда человек, вот, ну, это моего деда касалось, когда он после двух ранений, после тяжелого ранения был списан в нестроевые части, его, так сказать, с фронта перевели в учебную дивизию, ну, по сути, в снайперскую школу, где они занимались подготовкой. И люди преподавали уже больше не только стрелковую часть, то есть стрелковая подготовка была просто базой, ты без этого, в принципе, тебя не брали, если ты тесты не сдавал. Но они накладывали еще большой пласт тактической подготовки. Огромное внимание начало уделяться маскировке. И, что интересно, открываешь пособие по снайперской подготовке времен войны, там, 43-44 год. Что интересно, они приводят очень много примеров из того же Причарда, которые до этого почему-то были проигнорированы. Там маскировка, когда тушу, там, труп лошади используют, чтобы в нем замаскироваться, там, дерево какое-нибудь и так далее. Ну, то есть, значит, не откатываться к тому, что мало точно стрелять, надо еще уметь спрятаться. Кстати говоря, в Чечне тоже был такой период, когда, дай бог памяти, там, первая либо вторая война, когда кого-то из спортсменов достаточно высокого уровня стрелковых видов спорта направили в такие командировки и, к сожалению, для них это закончилось весьма печально. То есть, да, стрелять они умели, но в плане маскировки ничего, навыков не было никаких, люди просто там и остались. И, в общем-то, для многих это было, мягко говоря, грустно. Ну, кстати, если говорить о Чечне, можно вспомнить эти легенды биатлонистках-наемницах из Прибалтики. То есть, скорее всего, если бы они реально были, как-то значимых количеств их бы ждала та же судьба, поскольку именно навыков снайпера биатлон не дает никаких. Ну, что касается биатлонисток, я не берусь судить. Там, мне кажется, это относится к одной из... Ну, то есть, как бы, каждая война обрастает своими легендами. Причем, когда ее начинают многократно повторять, в какой-то момент люди искренне верят, что так и было. То есть, я знаю одного коллегу, кто у меня там с пеной урта доказывал, что он лично, чуть ли не он лично поймал такую биатлонистку. Ну, в общем, я не был свидетелем, я не стоял рядом, поэтому не держал свечку, поэтому я не знаю. Ну, вот так, чисто по жизненному опыту смакивает на легенды. Ну, опять же, я вот, сидя в Латвии, могу сказать, что, в принципе, спортсменок, не скажу за все три Прибалтийской республики, но тут спортсменок, именно достаточно высокого уровня, их, в принципе, наперечет, страна маленькая, никто из них никуда не ездил. Так что, скорее всего... На самом деле, если бы кто-то захотел провести такое, ну, так скажем, журналистское расследование, очень легко взять список ведущих спортсменов и посмотреть, кто-то из них пропал в течение нескольких лет или нет. Если они все на месте, ну, то какие легенды? Ну, и уж в любом случае это не массовое явление. Ладно, давай вернемся ко Второй мировой. Вот мы поговорили об СССР. СССР действительно перед Великой Отечественной создал огромную базу для снайперского движения, то есть и техническую, то есть в стране, где не было фактически производства своих снайперских прицелов, были созданы прицелы, разработаны кронштейны, система подготовки. А как вот с этим обстояло в других странах? Ну, на самом деле, самый большой, так сказать, всплеск и самый большой массовый уровень подготовки, наверное, был действительно в Союзе. В Германии этого не могло быть по той причине, что они были, ну, так скажем, крайне ограничены различными международными соглашениями после поражения Первой мировой. И поэтому ни о каком массовой системе подготовки, когда там в каждой школе была бы малокалиберная винтовка и там учили бы всех подряд, такого, естественно, не было. Они уже на армейском уровне начали людей готовить с такой немецкой педантичностью, систематичностью, но уже ближе непосредственно к войне и в ходе войны. В Великобритании, насколько я знаю, снайперских школ не было. Уже в ходе Второй мировой американцы занимались подготовкой. Но это носило, если я не ошибаюсь, это так по памяти, носило достаточно, ну, не такой массовый характер. Это была одна, либо, может быть, две небольших школы. Ну, опять же, насколько у меня сложилось впечатление, американцы сходили из того, что у них есть прекрасный гражданский рынок как винтовок, так и прицелов. То есть, если надо, они возьмут оружие оттуда, возьмут уже подготовленных стрелков, научат их, чему надо и пустят в бой. Ну, да, да. Я не знаю, мы, может быть, когда вот будем рассматривать более поздний период, там тот же Вьетнам, Раскета Причард, ну, легендарный человек, но на войне он был совершенно, так, условно скажем, с левой винтовкой, не той, которая ему там родина выдала. То есть, такой эффект был. Ну, и мне кажется, то есть, это носило больше хаотический характер. То есть, это основывалось просто на каких-то отдельных людях, на их инициативщиках, кому это было лично интересно, но это не было системным подходом. То есть, на уровне, так сказать, строевых командиров вот таких, где там все параллельно перпендикулярно, они как-то не очень этим болеют. Ну, вот, опять же, если говорить о оружии Второй мировой, вот с технической точки зрения, вот средняя снайперская винтовка, допустим, немецкая, или советская, или американская, со средним, опять же, прицелом, и со стрелком, со средней подготовки. Какие у него могли быть рабочие дистанции, вот исходя из твоего опыта, как стрелка, так и конструктора? Ну, есть, во-первых, ну как, окей, как бы, есть мое личное мнение из-за опыта использования этих винтовок, но есть, что для меня более важно, есть документы, которые, ну, их не переврешь. Есть воспоминания Василия Зайцева, вот такой, ну, как бы, это гуру, как бы, легендарная для снайперской мере личность, который снайперил очень много в Сталинграде, и он описывает, что у него самый дальний выстрел был только один раз, на 350 метров, и при этом на 350 метров он промахнулся. Потому что, вот, всякие легенды, там, выстрел в ложку на километр, ребята, ну, вот это вот, вот, это, это из серии, вы знаете, как, если когда-то будет передача, там, ну, любят назвать, там, 25 глупых вопросов судмедэксперту, 25 глупых вопросов, там, пилоту и так далее, вот если у нас будет какая-нибудь такая передача, вот это будет один, наверное, из этих типичных глупых вопросов. Я всегда говорю, окей, ребята, возьмите ложку, отнесите ее на тысячу метров и просто найдите, где она стоит. В любую оптику. Вот просто найдите, где она, вы ее даже не найдете, она там потеряется. Для начала нужно понять главное. Что главное? Ложки не существует. Поэтому это тоже одна из таких типичных байк. Вот для Зайцева 350 метров оказалось неподъемной дистанцией. Качество прицелов ПУ и степень воспроизведения поправок в них однообразности. Ну, в общем-то говоря, если не впадать там в какие-то патриотические крайности, а реально смотреть на вещи, ну, мягко говоря, в массовом производстве, я не говорю там про какие-то индивидуальные вещи, а в массовом производстве, ну, была не, на мой взгляд, не на каком-то там заоблачном уровне. Поэтому я слышал даже воспоминания, где люди просто сургучом заливали, пристреливали винтовку, сургучом заливали барабаны и просто работали вы на самом точке прицеливания выше-ниже. И поскольку дистанции в основном шли там на, ну, такие до 300 метров, то людям этого вполне хватало. У немцев предположу, что было то же самое. Более того, ну, у немцев, насколько я помню, с самым... Я могу ошибиться, вот пусть историки меня поправят. Ну, тут я тебе попробую. По-моему, массовым прицелом был прицел с увеличением там в полтора крата. Вот тут надо, я думаю, подробнее объяснить, здесь на о чем идет речь. Тот самый полуторакратный прицел, которым очень иногда любят сравнивать наши отечественные, говорят, что вот у немцев было еще хуже, он был здесь на самом массовом, но как раз он скорее шел именно для тех самых метких стрелков, он шел в пехоту, он мог устанавливаться практически на любой карабин. И его не рассматривали именно как снайперский прицел, хотя, конечно, да, были снайпера, которые использовали его тоже. Основной немецкий прицел, начиная с ЗФ-39, тут опять же стоит сказать, что ЗФ-39 это на самом деле не один прицел, а так в 39-м обозвали все, что скопилось на складах вермахта перед войной, то есть более-менее стандартные четырехкратные прицелы. Он уже был сопоставим с ПУ, но при этом, начиная с 43-го года, немцев так пошла сейчас программа, я сейчас не вспомню его название, что-то там насчет ягера, в общем, помощь охотника фронту, когда они начали собирать вот так же, как во время Первой мировой, гражданские прицелы, то есть владелец прицел даже там получал вроде какую-то сумму, и они шли на войска, поэтому действительно немецких снайперов могли оказаться достаточно высококачественные прицелы, даже и шесть крат, и восемь, и десять, то есть кому что попадется. Поэтому легенды о том, что вот убили какого-то немецкого снайпера с высококлассным прицелом, они, скорее всего, вызваны именно этим, что человек... Ну, в любом случае... Ну, это касается и Вьетнама, о котором будем говорить позже, до появления компактных лазерных дальномеров основная преграда снайпингу на дальние дистанции это точное определение дистанции, которое с примитивными даже оптическими прицелами просто невозможно. Ну, дальномеры — это достаточно серьезный вопрос, то есть и Германия, и немцы, и там в Советском Союзе дальности определяли либо на глазок, причем с ошибкой в 10%, это считалось нормальным, либо по формуле тысячной, ну, я не знаю, это долго рассказывать, если кто не знает, можно там какую-то, не знаю, может быть, сбоку справку привести, что это такое, то есть когда по определенным угловым размерам определяли дистанцию до цели. В этом плане у меня был комичный случай в практике. Занимались мы подготовкой снайперов, лежим на крыше одного здания, промеряем у снайперов, задача составить карточку огня. И они без лазерных дальномеров, а именно по формуле тысячной, делают просчеты, рассчитывают все, а потом мы перепроверяемся. И вот они лежат и спорят, ну, для более высокой точности надо брать объекты с известными размерами, но максимально большими, тогда погрешность в процентном отношении уменьшается. В деле они меряются по телефонным столбам, и у них спор идет, а сколько размер столба. И дошелся у меня там один такой товарищ, который, а это было МВДшное подразделение, сводный отряд, по линии МВД шел в тот период. И он говорит, парни, докладываю совершенно точно. Я сейчас в цифрах, может быть, ошибусь, но он такой, деревянные столбы 5 метров, железобетонные столбы 7 метров. Все на него такие смотрят. Откуда такая точность вообще, откуда такие познания? Он говорит, у меня был случай на районе, поворовали столбы телеграфные, теперь я этим вопросом владею на ИТИ. Ну, да, это к вопросу мерили по формуле тысячной очень долго, вплоть до появления лазерных дальномеров. Из-за этого это было одно из больших ограничений в дальности, в том числе и до Вьетнамской войны, наверное. И если мемуары Хичкока читать, когда, ну, знаменитый случай, такой легендарный, когда он уничтожил вьетнамского генерала, он заранее вышел на позицию, замаскировался, он заранее знал позиции противника, где генерал выходит каждое утро, так сказать, мыться, бриться и так далее. И он заранее нашел там камень чуть-чуть, ну, на той же дистанции, но чуть-чуть в стороне и сделал по нему пристрелочный выстрел и внес необходимые поправки. Но на отдельный выстрел никто не обратил внимания на войне. То есть они работали тем, что перепристреливали, перепроверяли все дистанции по возможности. Вот в этом случае, да, ему удавалось увеличить дистанцию. У Хачкока, по-моему, там было что-то в районе 700-800 метров, когда он генерала достал. Хотя, кстати, и советские снайперы тоже практиковали такую практику. Да, там он тоже упоминает. В тот момент у Хачкока был очень долго считался рекордным, его выстрелы больше, чем на 2000 метров, но он стрелял из пулемета 12.7 с оптикой. И, кстати говоря, это интересный вопрос, потому что во время войны эпизодически упоминается, как советские снайпера использовали противотанковые ружья в этих же целях. Но тоже, так же, как и с трехлинейными винтовками, дистанции были ограничены техническими возможностями рассеивания винтовок. Я напомню, специальных снайперских патронов в то время не было. То есть специальный снайперский патрон появился уже в 60-е годы после того, как появилась СВД. То есть СВД разрабатывалось еще без него под обычный патрон. Ну, то есть патронов специальных не было. Винтовки все, что маузеры, что трехлинейки, имели деревянные приклады, за счет этого были крайне чувствительны к влажности. Это, кстати, один из вопросов. Не знаю, мы, может быть, если по исторической линейке пойдем, позже можем коснуться, почему в Юрисе Интернешнл была... переломной винтовкой где-то там в 80-е годы. Вот до этого момента все деревянное. Оно разбухало, усыкало, оно имело нестабильность. Вот поэтому дистанции были ограничены. Ну, я могу еще, опять же, добавить именно как историк. Во-первых, если говорить о установке снайперских прицелов на ПТР, там, к сожалению, грешат не только писатели-фантасты с недавних пор, они снова стали заниматься на юго-востоке Украины. Этим занимались еще в войну. И очень быстро выяснили, что тогдашние прицелы банально не держат отдачу 14.5. То есть на полигоне говорили, что буквально после первых выстрелов на стройке прицелы сбиваются, а после нескольких десятков выстрелов прицел просто рассыпается. Говорить о каком-то долгой эксплуатации такого изделия, ну, не приходится. Да, опять же, велись долгие опыты, постарались делать для ПТР коллиматорный прицел, хотя бы стрелять на 500 метров по всяким ДОТам, но успехом это не увенчалось. На фронте, да, такое время от времени пробовали, говорили, что да, получается стрелять, но в какую-то систему это не вошло по понятным причинам. Если говорить, опять же, вот об использовании снайперских патронов, есть такой интересный эпизод, тоже из документов, когда Драгунов создавал свою первую снайперскую винтовку, это была не СВД знаменитая, а МС-74, болтовая снайперская винтовка, которую он делал еще в конце 40-х, с тяжелым стволом, с выщенным ложем, то есть, в принципе, уже тогда Красная Армия, советская уже армия могла получиться в достаточно современную для своего времени снайперскую винтовку. Там произошел интересный эпизод, отстрел обычными советскими патронами не выявил существенных преимуществ новой винтовки перед валовой снайперской, и тогда на полигоне предложили взять финские патроны, они там в документах проходят, как патроны марки Лев, на самом деле, это были, насколько я смог выяснить, просто финские целевые патроны, которые тогда шли в коробках с изображением Лева, и вот тогда винтовка Драгунова уже явно показала свое преимущество примерно на 50% большую кучность. Финские патроны использовались в Союзе, не в армии, в спорте в основном, на уровне спортсменов высоких достижений очень долго, по-моему, годов до 70-х, я могу ошибаться, но, опять-таки, я не историк, примерно, и они послужили основой, как мне кажется, для создания вначале целевых патронов, у нас были целевые, потом особой куч, сейчас, дай бог, особой кучности, и в конце концов появилось экстра, то есть там, так сказать, было несколько этапов развития, и финны однозначно оказали влияние, это правда, и патроны, в том числе, имели огромное значение. В плане патронов, опять-таки, я прошу прощения, может быть, я забегаю вперед, для меня, так сказать, как для инженера на сегодня за последние, ну, наверное, скажем, лет 10, может быть, 15, произошел очень большой скачок появления новых патронов, появления новой оптики, значительное улучшение технологии производства стволов, по этой причине, если раньше в качестве снайперских у нас рассматривались исключительно болтовые винтовки, то на сегодня самозарядные винтовки, ну, в общем, достигли практически того же самого уровня, то есть, это вот основные компоненты стволы, боеприпасы, оптика, ну, на самом деле, можно расширять, там, большой технический эффект. Ну, хорошо. Вот, опять же, после Второй мировой СССР имел огромный, действительно, снайперский опыт, причем, действительно, имели снайперские школы, использование снайперов не в качестве обычных стрелков, наоборот, на эту тему имелся большой негативный опыт, много рапортов с фронта о том, что снайперов именно в пехоте использовать нерационально, имелся очень положительный опыт использования снайперов именно в качестве снайперских команд на особо важных участках, но в итоге получилось так, что в 60-х появилась СВД именно, как сказать, винтовка меткого стрелка отделения, весь этот опыт был забыт. Я понимаю, что это как бы на твоего рождения случилось, но вот твое мнение и, может, мнение людей, с которыми ты сталкивался, почему это произошло? Как можно было взять и похоронить такой объем ценнейшего опыта? Опять-таки, сейчас, наверное, многие не помнят, после войны шло достаточно существенное сокращение армии. потому что большая армия – это большая нагрузка для экономики, а страну надо было как-то поднимать. То есть, мы же не живем в каком-то идеальном мире, где вот с неограниченными ресурсами, хочу то, хочу это, каждому лазерную винтовку. Такого нет. И тогда надо было восстанавливать экономику, вооруженные силы сокращали на всех направлениях. при Хрущеве произошло вообще радикальное сокращение. То есть, такое сокращение, которое не плавное, тихое, которое почти незаметное и легко объяснимое. А когда это был достаточно такой серьезный удар, и там вообще ее опустошали. Опять-таки, на тот момент, когда уже любое государство находится достаточно далеко от Крайней войны, то начинают преобладать генералы не те, кто, как сказать, с шашкой и с каким-то боевым опытом, с амбициями, с харизмой и так далее, а начинают преобладать генералы послушные, я бы так сказал, которые удобные руководству. И послушные генералы со всем соглашаются, они все сокращают легко, как бы они эффективные такие менеджеры, которые работают не по принципу сделаем лучше, давайте на чем-нибудь сэкономим. Поэтому вот это все начало исчезать очень активно. Кроме того, поменялась концепция ядерных ударов, массовых наступлений, когда вместо индивидуального точечного попадания в цель начали на полном серьезе рассматривалось количество пуль на погонный метр фронта. То есть давайте создадим плотность огня. Но на полном серьезе было, кто помнит еще советские военные училищи академии. Этот вопрос рассматривался особенно у пехотных офицеров. там. Ну сейчас рассматривается насколько я знаю. Поэтому тихо это все похоронили. А после войны было очень много материала. Издавались различные издания. Очень много было накопленного материала у людей войска. И у них появилось время проанализировать его и выплеснуть наружу, что называется. Пока ты там затерт в движухе наступлениях и так далее, тебе не до этого. А после войны люди начали писать. Я для себя открывал некоторые интересные вещи. Был такой лейтенант немцев. Он описывает скоростная стрельба из русской винтовки. И он изгаляется показывать совершенно разные методы, как увеличить скорострельность из винтовки. В том числе такой интересный момент был. Он стреляет с левого плеча, работая левой рукой на спуске, а правой перезаряжая винтовку, оперируя затвором. Ну, такие как бы необычные казусные казалось бы вещи, но там чего только не было. Там был очень богатый. Ну, да, похоронили все. И по большому счету к к афганской войне уже все было по-другому. Переломный момент был в том числе появление СВД. Это создание винтовки, ну, именно на уровне взвода для поддержки наступающих сил Варшавского договора от Балтики до Средиземного моря. Хотя, ну, тут ты, наверное, подскажешь лучше меня, самозарядные снайперские винтовки, по-моему, пытались создать и во второй половине Второй мировой войны в Союзе. Было несколько полушек, насколько я помню. У нас пытались создать даже все в тридцатах. Каждая винтовка, которая принималась, то есть автоматическая винтовка Симонова, СВТ, у них были самозарядные варианты, в том числе и в войну использовались активно. Но что касается СВТ, хотя, как бы, ее довольно часто можно увидеть на фото как снайперскую винтовку. Тут могу напомнить, что она в 42-м была именно как снайперский вариант снята с производства. Во-первых, снайперы очень много жаловались на ее ненадежность, как и рядовые бойцы. То есть, они писали, что да, самозарядную винтовку бы хотелось, но СВТ для этой роли не годится, поскольку не обеспечивает надежность. Во-вторых, испытания на полигоне выявили конструктивный дефект, который совершенно неприемлемый снайпинг, это отрыв первой пули, когда первая пуля при стрельбе до того, как ствол осадился в ствольной коробке, отрывается на 5-8 сантиметров от средней точки попадания, что для снайпера, естественно, совершенно неприемлемо. Это в том числе один из эффектов вот этих деревянных прикладок. Тут можно опять же сказать, что сейчас многие счастливые владельцы СВД могут не обнаружить из себя такого эффекта, просто потому, что этот эффект в 42-м был выявлен, он все-таки в итоге был устранен на более поздних винтовках, поэтому просто надо брать более раннюю винтовку, чтобы видеть такой эффект. Я помню при создании СВД Драгунова одна из технических таких фичек это был разделенный приклад на переднюю заднюю часть, когда цевьё было отдельно от приклада, так сказать, от точки крепления ствола, при этом цевьё само по себе в СВД оно, ну так, технически, правильно говоря, оно подпружиненное. Другой вопрос, что там не классическое цилиндрическое цилиндрическое пружинное сжатие, а пластическое, то есть её задача как раз компенсировать изменение размеров вот этого фанерного цевья плавного. Именно задача компенсировать вот так сказать эффект дерева и сделать её более стабильной. И приклад при этом фактически он не просто там на шурупах, он забивается в коробку и потом уже фиксируется шуруп. Кстати говоря, вот интересный момент по поводу СВД и послевоенного опыта. Вот что мне нравится, в тот советский период понятие патриотизма было немножко другое. Люди не стеснялись изучать иностранный опыт, не стеснялись его копировать. Совершенно никак не стеснялись, это было совершенно нормально. У Драгунова применяется приклад вот с этим отверстием в прикладе под большой палец. В то время это называлось Таллинн Арсенал стайл, потому что эстонский Таллиннский Арсенал по этому принципу в своё время делал спортивные винтовки. То есть сейчас может быть для многих не очевидно, но вот если откатиться в историю, как выглядел приклад на трёх линейках, то есть это прямая шейка, то есть это такие как на ружьях Голланд-Голланд, как на ружьях, а не на винтовках. То есть тот стиль. Постепенно на опытных винтовках второй половины войны уже начинает появляться немецкое влияние на прикладок, появляется полупистолетная рукоятка, такая загнутая, как на охотничьих карабинах на многих немецких. И следующим шагом уже у Драгунова появляется по сути полностью такого пистолетного стиля, но не как отдельная пистолетная рукоятка, а Таллин-Арсенал рукоятка. Применялась очень, уделяли внимание, никто не стеснялся копировать. Вообще эстонская школа на тот момент оказывала достаточно большое влияние. Есть так называемая эстонская лёшка в стрельбе с немножко выставленным в бок правой ногой. Почему было эффективно? на какой-то я сейчас не скажу там 59 или какой год, на какой-то из спартакиад сборная Эстонии вышла, заняла первое место там просто откинув всех назад. И они в том числе применяли вот такую эстонскую лёшку. У них были такие прогрессивные тренера, которые ничего не боялись. И люди учились этому совершенно нормально. То есть патриотизм это не то, что значит сказать вот у нас всё хорошо, у них всё плохо. Нет, патриотизм это давайте разберёмся, что не так и сделаем лучше. Ну да, ну вот если говорить об СВД, опять же, прежде чем мы перейдём к Вьетнаму, вот твое мнение как конструктора и стрелка, насколько удачно получилась СВД именно как снайперская самозарядка и были в тот момент аналоги в мире у неё сравнимые? По сути, вот что интересно, СВД по сути оказалась первой винтовкой, которая изначально проектировалась как снайперская. При том, что до этого существовали снайперские винтовки, но в массе своей они все были созданы на основе линейных винтовок. То есть, когда там брали трёхлинейку, просто методом отбора выбирали лучшие там на миллионном потоке и, так сказать, их переоснащали, немножко переделывали под там, ну, рукоятку затвора меняли, адаптировали под снайперский вариант. Но она не проектировалась изначально в таком контексте. Точно так же Маузер, он не проектировался изначально как снайперская винтовка. И СВД, на мой взгляд, это первая винтовка, которая вот от начала, так сказать, от постановки задачи была из принятых на вооружение, я прошу прощения, из принятых на вооружение, опытные были раньше, которая оказалась первой. Насколько хорошо она получилась или плохо, мне кажется, в большой степени это был компромисс между видением винтовки Драгуновым, в том числе не просто как конструктором, но как и спортсменом с лилком, и тем, что затребовали военные. И к сожалению, ну, то есть там в некоторых местах компромисс ушел ниже, чем надо было, на мой взгляд. То есть борьба за вес, крепление штыка, непонятно зачем, которого изначально не было. Борьба за вес привела к тому, что ствол стал тоньше, чем был изначально. У Драгунова изначально, насколько я помню, был диопетр, стоял на открытой, на механике, чтобы прицельную линию удлинить. Но военные все это порезали в определенный момент. Поэтому это был такой компромисс. То, что это в любом случае оказалось лучше, чем у конкурентов на тот момент, на 61-63 год, это факт. Насколько к моменту, когда я пришел, так сказать, в эту область в 90-х годах, на 90-е годы эта винтовка уже уступала тому Тому Берринджеру с его болтовой винтовкой, как бы, и разрыв был радикальный. И это не только мое мнение, что я вот весь из себя такой умный. Многие к этому приходили, и по этой причине кое-где я от ветеранов слышал, что для некоторых специальных операций применяли спортивные винтовки с болтовым заряжением. Такое было. Но это было не системное. Вот, то есть, опять-таки, 90-е годы, это совершенно другой, другая эпоха, там все было по-другому. Ну давайте последовательно, давай поговорим действительно о Вьетнаме, поскольку фактически вот снайпинг в том виде, в котором мы его знаем, даже как он показан в фильме с Томом Берринджером, это родился во Вьетнаме. До этого американцы два раза успешно забывали свой опыт, ну, даже три раза. Первая мировая, Вторая мировая, Корея. Кстати, вот если говорить о Корее, можно вспомнить, что там даже проводились опыты создания крупнополей, фу, крупнокалиберных снайперских винтовок, перестволивали трофейную ПТРД стволом 50-го калибра от М2, ставили прицел и успешно поражали дальние цели, но тем не менее к Вьетнаму это было все благополучно забыто, то есть и армия, и корпус морской приходы приехал в лучшем случае, имея оптику на М14, и то не везде. Да и то, но на самом деле во Вьетнаме точно так же. Это все носило эпизодический характер, насколько я понимаю, и это держалось на инициативе отдельных людей, как тот же Хэчкок, у него, по-моему, винчестер был в качестве снайперской винтовки с каким-то совершенно ну таким архаичным прицелом, мягко говоря, не современным. Но другой вопрос, уже в ходе войны, когда они начали отгребать, и не так не слабо, они начали уделять внимание снайперской подготовке. Уже в ходе войны они, по-моему, начали создавать снайперские школы. В ходе войны были достаточно большие изменения внесены в том числе в разработку оптики. Еще до Вьетнамской войны был прицел АРТ разработан, но тогда он еще не применялся никем. В ходе войны они его быстренько приняли, так сказать, на снабжение вооружения и начали применять. И даже в ходе войны он плавно перешел. Вначале был АРТ-1, потом АРТ-2, а потом позже, кстати говоря, на основе этого опыта Милдот появился. В чем суть была? Они очень четко поняли, что бой идет скоротечный, что никто как там в Первую мировую там у тебя гарантированная дистанция 100 метров до траншеи противника и ты там три месяца сидишь, куришь, у тебя все проверено, пристрелено, такого нет. То есть надо быстро работать. И тогда они начали, одна из фишек, они начали использовать первую панкратическую оптику с переменным увеличением и в прицелах АРТ они, АРТ расшифровывается как Automatic Range and Targeting System. То есть система автоматического измерения дальности и прицеливания, если так по-русски. Суть в чем? То есть при цели есть определенные угловые размеры, марки нанесены, ты их совмещаешь с целью, вращая до тех пор, пока размер цели не совпадет с этими угловыми размерами прицеля. И автоматически, когда оно совпало, кратность это соответствует дистанции и автоматически у тебя вненесена поправка по дальности. Все, что тебе нужно сделать. Бам, ты можешь работать. Если ты совпал на кратности 3, это значит дистанция 300 метров. Если на кратности 9, значит дистанция 9 сотен метров. И, кстати, позже Советский Союз тоже не сидел, между прочим, сложа руки. Очень там неплохо работала техническая разведка, которая собирала трофеи. Был создан прицел, на этой основе 1P21, которая работала по такому же принципу. И что интересно, кстати говоря, в прицеле 1P21 был интересный момент. Там использовалось, я когда с ним столкнулся в реальной жизни, начал с ним работать, в нем было два светофильтра. Если на обычных ПСО у нас был один светофильтр такой оранжевый, кто помнит, для поднятия контрастности в условиях слабой освещенности, то, что сейчас модно продают водителям, как оранжевые очки такие. Тот же самый эффект, они там еще тогда, дедушки в 60-х об этом знали, они для тумана, для слабой видимости использовали. Так вот, у 1P21 был второй светофильтр. Такого темно-темно-зеленого цвета, такой эффект был, как стекло у сварщика на мастер. Я тогда задался вопросом, я нашел разработчиков, говорю, ребята, а, к сожалению, в описании нормально ничего не сказано, зачем? Что за ерунда, вы нам зачем-то вложили, а непонятно, что за рано. Я нашел разработчиков, благо были хорошие контакты с ними. Я говорю, ребята, зачем? Они говорят, это тебя защищает от лазерного излучения. Я говорю, опаньки, это на секундочку, это, ну, я столкнулся с этим в 92-ом, наверное, году, прицел, по-моему, раньше существовал. То есть, уже тогда была опасность, что противник лазерными дальномерами может повредить сетчатку глаза. Ну, да, это... Вот так, но это мы перескочили про 1P21, опять-таки, как опыт изучения опыта противника. АРТ, он, как я говорил, был АРТ-1, АРТ-2, и после него появился Милдот. Милдот как раз был разработан в одной из снайперских школ, где работал в том числе и Карлос Хачкок, одним из офицеров, капитаном... где-то у меня даже я себе пометил, сейчас секундочку скажу, капитан Джек Си Кадди. Интересный человек, найти его фотографии, вот я, например, не смог, там он какой-то такой, исчезающий везде. Вот он разработал Милдот как сетку, которая позволяла мерить и там дальность, и выносить поправки. Хотя интереса ради наш ПСО советский имел, так сказать, вот эти марки с угловой еще в 60-х годах раньше, чем у американцев. Я бы даже добавил, опять же, как историк, что в принципе вот такая лировидная, как ее называли в документах, шкала. Были опытные прицелы еще во время войны, в 42-м, в 43-м испытывались, но вот тогда советская промышленность не шмогла в оптику нужного качества, просто записали, что да, прицелы интересные, в принципе, позволяют уверенно определять дистанцию, но промышленность не просто не в состоянии освоить эти новые прицелы. В моей личной истории был такой забавный случай. Были мы на снайперских соревнованиях в Биробиджане, и как обычно, а поскольку там далеко от города полигон, то есть большинство народа оставалось там прямо в палатках с ночевкой, и вечером, как обычно, ну, начинается, так сказать, официальная программа закончена, начинается неофициальная программа. И там товарищи офицеры там начинаются двигать разные тосты. В тот момент народ уже был там в 90-е более-менее продвинут, и уже оптика появлялась снова, и, соответственно, термины появлялись какие-то непонятные. И тут майор из бригады, из Талевосточной бригады спецназа встает такой, ну, до него дошла очередь, он такой поднимает кружку, говорит, мужики, а я хочу выпить за мелдот. Я с ним лично не знаком, но все о нем говорят, должно быть хороший человек. Это к вопросу, иногда армия настолько далеко оказывается технического прогресса. Дай Бог тем, кому удается сократить эту дистанцию. Ну, опять же, если говорить о Вьетнаме, насколько нам известно, что американцы, хотя имели штатные на тот момент и гаранды снайперские, и на М-14 все-таки стоялась какая-то оптика, она их в качестве снайперского оружия в тот момент совершенно не устроила, пришлось брать именно стволы с гражданского рынка, тот же Винчестер, Реммингтон, и оснащать их коммерческими оптическими прицелами. Очень долго у американцев существовала система, когда снайперские винтовки строились на основе, ну, по сути, за счет переделки каких-то существующих винтовок. причем, далеко не всегда это происходило в виде, там, закажем у Реммингтона специальную снайперскую винтовку. Очень долго, например, в корпусе морской пехоты до сих пор стоит на вооружении болтовая винтовка М-40. Она уже там несчитанное количество, так сказать, реинкарнаций произдержала. Но вот изначально, как это начиналось, у морпехов был свой каком-то из их учебных центров, я сейчас не вспомню, не скажу, у них была своя команда стрелковая, спортивная, и при ней была своя мастерская, там, рукодельники, которые там что-то делали. Так вот, первые М-40, они просто на уровне корпуса морской пехоты и на уровне завода Реммингтон. Они просто взяли Реммингтона 700 и начали их переделывать. Вот так существовало. Позже уже в 80-е, наверное, в 90-е, 2000-е уже поменялась система, начались такие активные тендеры вовлечения производителей и на моей памяти у них несколько раз менялись винтовки и были приняты новые винтовки на оружие. Ну вот опять же я бы тут немножко добавил, что в принципе американская армия особенно армия вообще такая консервативная структура, они очень долго возились со снайперским вариантом М4 от СМ-21, прежде чем все-таки признали, что не очень тяжело сделать нормальную снайперскую винтовку, основная к ней проблема была эта трудность настройки в полевых условиях, и в принципе новый бум самозарядных снайперс как та же М10 на основе СР-25 он начался уже фактически в 90-е. Я бы даже сказал позже. СР-25 исходно она появилась в 90-е, но в тот момент она не носила какого-то массового характера. Ну как всегда, то есть прототипы появляются гораздо раньше, чем это приходит на оснащение войска. Но краеугольным камнем переломным явился Ирак и Афганистан. Особенно Афганистан. Потому что если в Ираке относительно быстро война закончилась и перешла из активной фазы лоб в лоб в состояние партизанской войны, то в Афганистане противник, ну как, вот, пардон, собственно, вот новости крайние. Они все время оставались активными. И проблема была в том, что среднеобученный боец с пулеметом ПК, ПКМ, мог наводить шухер на дистанции там 700-800 метров совершенно спокойно для коллекционных сил. И бойцы с карабином М4 ну ничего, по сути, не могли противопоставить. Потому что винтовки М16 на сегодня по-моему есть только в корпусе морской пехоты, а в армии их уже и нет. Ну, понятно, что где-то там может быть есть на складах, но я имею в виду массово глинейных подразделений. М14 это еще более короткий ствол 14,5 дюймов. М4, прошу прощения, 14,5 дюймов ствол. То есть 5,56 патрончик, ну, в общем, да, там, но на коротких дистанциях там на средних, условно средних работает на 600-800 метров. 800 метров вообще ни о чем. То есть он туда, ну, это надо быть там супер красавцем, чтобы туда что-то закинуть. И тогда они очень массово, причем в короткий промежуток времени начали переоснащаться и уходить на винтовки 7,62. Причем был как заказ на спецподразделениях. Уже были СР-25, они очень быстро их выдернули, но спецподразделениях везде, как в любой стране, у них более гибкие бюджеты, у них нет рутины с принятием на вооружение, вот все эти тягомотины бумажные, им надо, не купили, не отчитываясь особо. А в войсках с этим, ну, как всегда, все очень сложно, и войска начали вытягивать с арсеналов, что могли. В том числе, начали М14 вытаскивать. Какой-то сам, совершенно неимоверный обвес, делать вокруг них там компании, ну, я не знаю, там, американские аналоги, «Зенитко», там, с кучей, там, каких-то там, ну, я не буду критиковать, ну, они делали то, что могли. И позже, в догонку, появилась М110. Это компания Night Armament, именно такая классическая, условно говоря, R10 в 308-м калибре, хотя, как показал опыт использования у неё в Афганистане, к ней было масса нареканий. Именно по этой причине появился второй конкурс. Если первая винтовка М110, проект назывался SAS-S, semi-automatic sniper system, полуавтоматическая снайперская система, то чуть позже появилась компакт SAS. Задача была уменьшить габариты, потому что очень много приходилось работать либо в стеснённых условиях, либо на технике, каждый раз с этой длинной балдой залазить в Хамри и вылазить из него и так далее, ну, в общем, не камильфон. Искали более компактную винтовку. Причём, ну, это на уровне слухов, это не как официальная информация, это так, немножко, если можно, слухом поделюсь. Инициировал второй конкурс сама компания Night Armament. То есть, она захотела ещё денег, сказала, давайте проведём новый конкурс на новую винтовку, и мы сейчас вот вам втюхаем вот это тело. Конкурс инициировали и благополучно проиграли. То есть, выиграл Хеклер Кофф. А в результате там, ну, люди там на американском рынке, кого я знаю, многие над ними так тихо ржали. Нельзя слишком долго почивать на лаврах, надо немножко работать. Вот. А если, опять же, говорить о снайперском прогрессе, в какой момент начался рост калибра? Появился у военных именно интерес к 300 Магнум, 3.38 Лапуа и более крупнокалиберным системам? Ну, именно как раз вот в эту афганскую кампанию началось увеличение дистанции. Как обычно, локомотивом всегда явились спецподразделения, благодаря своей гибкости, потому что они всегда как бы впереди, не всегда на острие. Вначале начали уходить на 300 Винчестер Магнум. Был еще период, когда использовали активно 338 Лапуа Магнума. Переход на Магнума начался как раз тоже в афганскую кампанию, когда, в общем-то, на 7.62 перешли быстро, быстро, ну, как бы, как временная мера, но ровно тут же как бы спецподразделения захотели иметь возможность не просто там противоборствовать на равной дистанции, то есть 7.62 в ПК и там 7.62 чуть-чуть более слабый в М110, так скажем. Они, естественно, сказали, нам нужна палка длиннее и тяжелее, и тогда они начали уходить в Магнума. Причем, если Магнума, тут тоже такой интересный момент, на рубеже 2000-х был популярен 338-й Лапа у Магнума. Но на сегодня вот по сути он уже снизошел. Его практически как бы вот, кто не работал в то время, многие о нем уже и не помнят, вот из молодых, кто работает сейчас. Вначале был переход, ушел с 338-го на 300 Винчестер Магнум, ну, во-первых, потому, что легче таскать, а дистанции очень близкие. Кроме того, усилиями компании Berger и есть такая компания, разработчик, исследователь баллистики Applied Ballistics, они очень быстро подняли 300-й Винмагнум по эффективности до 338-го. Они его разогнали, но при этом легче, компактнее, комфортнее во многих отношениях. И поэтому вначале ушли на 300-й Винмагнум. Кстати говоря, Бундесвер, они свои снайперские винтовки сразу, вот когда проводили конкурс, по-моему, это G-22 называлось, они как раз сразу Винмаги делали, они не уходили в лапу. А и вот дай бог памяти, в 2010-м году, по-моему, был проведен конкурс на переход на 300-й Винмагнум и тогда появилась винтовка М2010, ну как 2010. По сути, там был конкурс, уже было несколько компаний, но, так сказать, в силу и взаимоотношений, там, релэйшенов, предыдущего наследия выиграл Риммингтон, по сути, они просто очень быстро переодели свой Риммингтон 700-й в новое шасси, и в том числе тем самым ушли от древесины полностью, там, так сказать, началась эра полностью алюминиевых винтовок. Следующим шагом был конкурс МСР и ПСР, там, ну, как бы, они такие друг с другом перетекающие были, там, там, трудно найти, где начало, где конец, когда задача стояла, военные сказали, окей, нас все устраивает, здорово, но пошла новая тенденция, давайте, нам нужно иметь сменные стволы и сменные калибры. И, там, и тогда, как бы, Риммингтон, в том числе, дал на той же шасси, на уже новый ресивер, и с возможностью менять стволы более быстро. Хотя, кстати говоря, еще М24, вот, та старая винтовка, болтовая, которая была в армии еще с 88-го года, если мне память не изменяет, она изначально, хотя и применялась в Эксках, как 7-62 винтовка, у нее ствольная коробка изначально была сделана с запасом по длине именно под магнамаром. То есть, они изначально эту возможность заложили, хотя, по-моему, так и не использовали. Вот в 10-м, к этому уже пришли в обязательном порядке. На МСР уже пришли не просто к магнамам, но пришли к сменным калибрам. МСР, по-моему, в 2009-м где-то была запущена, в 2013-м уже, так сказать, конкурс был завершен и объявлен победителем. Но при этом, так сказать, по концепции это все равно оставался Ремингтон. Ну, плюс-минус, обновленный уже гораздо лучше, но все равно оставался Ремингтон. И тогда у них начался новый конкурс на снайперскую винтовку МК-22, Марк-22. И вот это была уже серьезная битва эпохальная снайперским оружием, которое явилось, по сути, Рубиконом. Это может быть не совсем очевидно для людей снаружи, но внутри отрасли это был переломный момент. Винтовки должны были быть в обязательном порядке со сменой калибров, в обязательном порядке с складывающимся прикладом, в обязательном порядке с длинной планкой Пикатинни сверху, поскольку уже не эпизодически, она к постоянной основе использовалась ночная оптика, но не просто ночная, когда у тебя есть дневной прицел, а перед ним еще стоит ночная насадка, и, соответственно, тебе нужна достаточно длинная планка Пикатинни. И в этот момент Ремингтон провалился. Выиграл Барретт с его винтовкой МРАТ. Достаточно сильным конкурентом была САКО, но она не вытянула по ряду параметров. Многие, в принципе, упали, так сказать, в прошлое. Акьюрис Интернешнл условно сделала быстрозаменяемый ствол, но это достаточно, не буду называть близких соседей, но это на их уровне было сделано. Вот как-то так. Вот это произошел переломный момент. с того момента на любом конкурсе приложить винтовку предыдущих поколений это уже стало дурным тоном. Это очень сильно поменялось. Раз мы заговорили о переломах снайперней и об Акьюрике, можешь подробнее рассказать, почему именно фирма Купера и его винтовки стали тоже в свое время революцией именно среди снайперских винтовок? Что он привнес нового? Ну, вообще, Малкрем Купер, он, если меня не ошибает, не изменяет память, он, по-моему, двукратный, как минимум, олимпийский чемпион. Это человек с достаточно большим именем в стрелковом спорте, то есть, когда он был жив, он был очень уважаемый человек. Он создал винтовку, исходя из, так сказать, отталкиваясь от своего спортивного опыта. Это вот то, о чем я пытался вначале сказать, сейчас как раз время подошло, наверное, развернусь. Ее компания называлась, называется до сих пор Accuracy International, когда она появилась на рынке, ее в шутку называли скучная винтовка. Ну, такой журналистский прикол к ней прилип. Почему скучная? Она была стабильная, как черт стабильный. То есть, в чем была основная фишка? Она была посажена на алюминиевое шасси, и, соответственно, древесины не было вообще. Кроме того, ствольная коробка ресивер, она в это алюминиевое шасси была вклеена через специальный компаунд, чтобы компенсировать и вибрации, и температурное расширение. То есть, они ее сделали на тот момент потрясающе стабильной. По сравнению со всем, что находилось у людей в войсках. И первый тендер нам, по-моему, если я не ошибаюсь, они выиграли как раз шведской армии. И поэтому винтовку назвали тогда Arctic Warfare, Винтовка называлась AW Arctic Warfare, то есть, ну, как бы, для такого, для заполярного круга, что называется, такая суровая, неубиваемая и так далее. Хотя, надо отдать должное с технической точки зрения, а Купер не был первым. Купер первым оказался, кто принес это в армию. В Советском Союзе была винтовка Тайфун, которую, если мне память не изменяет, выпускал Ишмаш где-то во второй половине 70-х годов. Она как раз была собрана на металлическом шасси. Да, к ней там, по-моему, деревянное цевьё и деревянный затыльник, ну, или что-то в этом духе прикреплялось, но само шасси у неё было юбилевое. И она как раз это и была её концепция. Другой вопрос, что в Ижевске это всё похоронили, оно никому оказалось не нужным, но вот Купер вынес это. Так, нам могли бы стать первыми. Первыми разработать телевизор, картолёт и так далее, да. И, в принципе, винтовка Accuracy International очень долгое время гремела, но, по крайней мере, пока Купер был жив. Когда он начал отходить от дел, у него был рак, где-то ещё за год до смерти он от бизнеса отошёл, и, в принципе, на тот момент там был такой немножко провальный период в компании, когда эффективные менеджеры начали идти там профит в угоду качеству. Ну, да. К сожалению, это во многих компаниях такое происходит. Ну, да, я слышал эту историю, люди как бы не очень понимают, что репутация зарабатывается годами и теряется моментально. Да, и они тогда очень сильно просили. Надо отдать должен. А ещё интересный момент, Accuracy International в начале 2000-х пришёл на постсоветский рынок. Такой, ну, не знаю, там широко известный факт в узких кругах, как называется, в 2000-х годах. В 2000-х годах я был в Москве. Там был в системе Альфа-Вимпел, в системе ЦСН был такой достаточно выдающийся, с моей точки зрения, человек Игорь Большевич-Медуев. К сожалению, наверное, о нём сейчас не сильно кто вспомнит, но человек, который очень много изменил, который сам был стрелком-спортсменом, хотя и был действующим сотрудником комитета. То есть, он сам был спортсмен, он занимался стрелком-спортом, он хорошо, по-моему, он даже лично был знаком с Купером, благодаря этому он в том числе ездил на Accuracy International, они посещали завод, и каким-то там, ну, я не буду ничего говорить, но непонятным образом винтовки в результате оказались не в Союзе, в России на тот момент. И они были и конкретно Медуев, и в принципе группа А и группа В оказались такими наместниками Accuracy International в России. И они, в общем, тогда задали моду, и все тянулись, для всех это была какая-то недосягаемая магическая винтовка, и все её хотели. Не все получили, к сожалению, к сожалению, к счастью, не знаю, а у всех сложилось по-разному. Киевляне, киевская Альфа очень долго охотилась за ней, в результате не смогла её купить, год заканчивался, подходил к концу, а деньги тратить надо. И местный дилер сказал, ну, ничего не знаю, есть блайзер ЛРС, хотите берите, не хотите, до свидания. Они говорят, ну, будем брать. тогда они взяли блайзера. Из иностранных винтовок, ещё из интересного, ТРГ было, не знаю, может быть, до сих пор есть, ТРГ была у Питерского Града, и ТРГ была у Минского Алмаза. Кстати, совершенно отдельная, очень интересная история, то есть, отряд, который, он вообще изначально как Уиновский существовал, но в период 1994-1995 года он перешёл из Уиновского подчинения в центральное подчинение МВД. И усилиями тогдашнего командира Владимира Наумова, он такой, ну, реально, как бы, непростой человек, кто-то его любит, кто-то не любит, но на самом деле, с моей точки зрения, человек, который очень много сделал, очень много изменил, он очень много их тогда таскал по заграницам, по всем учебным центрам, тогда ещё не было вот такого второго железного занавеса, и была возможность ездить и учиться, и он их куда только не таскал, и в том числе после работы с поляками, у поляков есть спецподразделение ГРОМ, причём, с моей точки зрения, ГРОМ, наверное, покруче окажется, чем некоторые Дельты и так далее, хотя и не такой разрекламированный. И вот после них они приехали, там, начали ГЛОКи покупать, МП-5, ТРГ и так далее, и по-моему, как раз вот белорусы раньше всех показались иностранными винтовками. А в Беларуси я тогда жил там, опять-таки, на инициативном уровне, на уровне просто людей определённых, формировался такой маленький, как это часто бывает, маленький кружок единомысленников, где нормально контактировали и МВДшный Алмаз, и Альфа-КГБ, и чисто гражданские люди, и вот, в общем-то, культивировалось, шёл обмен знаниями, и тогда белорусы очень активно начали выигрывать на многих соревнованиях. Это оказалось таким, ну, в общем-то, необычным эффектом, то есть казалось там, о, Беларусь типа провинциалой, ну, ничего подобного. Вздрючили многих в тот период и начали обращать внимание, парни, что у вас там происходит, а как это так? Тогда пошёл определённый поток знаний оттуда, очень много было переводной литературы, то, что переводилось. Очень много экспериментов технических делалось. В тот момент начали уделять внимание, в том числе, релоудингу, снаряжению патронов вручную. В том числе, мы делали эксперименты, не я лично, были более умные, замечательные люди, которые в том числе на центрифуге калибровку пуль по биению осуществляли. Ну, это отдельная большая тема. Константин, огромное спасибо вот за то, что согласился поделиться опытом. Было очень интересно, думаю, зрителям тоже будет не менее интересной будет масса вопросов. И, опять же, в следующий раз уже поговорим про то, что нам ближе именно про становление снайпинга на бывшем подсоветском пространстве. Вот. А сейчас большое спасибо и надеюсь до следующей встречи в ближайшее время. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok